И тема сегодняшнего занятия или очередного служения школы семьи это правильные и неправильные мотивы вступления в брак. Я когда узнал, точнее, когда меня декан библейской школы Илья Бетнев попросил служить на эту тему, я его спросил, а какие правильные и какие неправильные? И он такой, ну как бы сходу назвал мне два мотива, сам спросил, как ты считаешь, они правильные или неправильные? Я понял, что оказывается есть сомнения у разных людей, у каждого свое мнение. И сегодня я поразмышляю на эту тему, но сразу хочу сказать, что не считаю, наверное, эти мотивы ну прям неправильными или какими-то плохими или хорошими. Поделить их вот так вот однозначно нельзя. Мотив это, ну, некий побуждающий фактор к вступлению в брак, правильно? И если он тебя побуждает, ну, наверное, это хорошо, да? Но есть какие-то крайности. И я сегодня буду рассматривать крайности вот в этих мотивах. Например, когда человек вступает в брак только по одной причине. И мы эти причины будем, ну, как бы разбирать по очереди. И я буду говорить, к чему это может привести. Почему не стоит только вот, ну, только из-за этого, например, выходить замуж или жениться. Или только этим мотивом руководствоваться. И что необходимо тебе в любом случае для того, чтобы вступить в брак, какой мотив должен быть в твоем сердце. Я верю, что мы до этого дойдем. И вы со мной согласитесь, а может быть не согласитесь. Но Священное Писание нас рассудит, правильно? И начать я хочу, я разделил на три таких основных блока. Потому что, ну, мы все с вами знаем и учились, и понимаем, и читаем в Священном Писании, что человек это не просто человек. Это дух, душа и тело. Мы все это прекрасно понимаем и отличаем дух от тела очень хорошо. И душа понимаем, что такое. И мотивы, они бывают тоже разные. И вот есть телесные, то есть физические мотивы для вступления в брак. Есть душевные и есть духовные. И я вот, ну, разберу по три таких больших блока. И первый большой блок – это физические мотивы или физиологические. Желания человека. Физические. Как вы думаете, что это? Господь создал нас разными. Мужчину и женщину. И мужчинам нравятся женщины. Ну, в основном. А женщинам нравятся мужчины. И это нормально. У людей противоположного пола возникает влечение друг к другу на физическом уровне. Желание быть вместе. Желание, как сказать, слепляться. Это называется секс. И секс – это не что-то плохое или греховное, как думают многие подростки, да, когда слышат об этом, им неудобно, им неуютно. Секс – это благословение, которое Господь дал людям. Благословение. Но Он его не просто дал, сказал такой, давайте разбирайтесь сами. Мы сейчас обратимся к Священному Писанию и прочитаем с вами место из Библии. И это первое послание к Коринфянам, седьмая глава, с первого стиха. И можно первую картинку показать. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Знаете, когда человек приходит, молодого человека спрашивают, зачем ты хочешь жениться. И вот пастор Илья Бетнев задал мне такой вопрос. Он спрашивает, нормальный мотив для вступления в брак, если ты хочешь спать с женщиной? Я ему говорю, ну нормально, в Библии же написано, во избежание блуда каждый имеет свою жену. Правильно? Правильно. Значит, мотив хороший. Но представляете себе, если человек вступает в брак только ради этого мотива, что им движет? Физическая красота человека, правильно? Физическая красота мужчины или женщины, да? И он влюбляется в физическое тело. Все обычно влюбляются в молодости, когда стройные, мускулистые, сильные. Кто-то говорит, я люблю блондинок, мне нравятся блондинки. Кто-то говорит, нет, мне нравятся брюнетки. Но знаете, это ведь такие непостоянные величины. Спустя годы мускулы могут куда-то деться. Кто-то из стройненького может превратиться в полненького. А, ну извините, волосы можно и перекрасить, а можно и посидеть. И если у тебя супруга, извините, посидела, то что? Все разлюбил, меняем на новую. Правильно? То есть это физическое желание, влечение, оно не постоянно. И более того, ну человек, он стареет, это необратимый факт. Человек изменится. И влюбляться, и жениться на человеке, соединять свою жизнь с ним, только ради того, что тебе нравится это тело, ну опрометчиво, потому что это тело, оно изменится. И изменится 100%. Это, знаете, хотел сказать о том, что это не все из физических желаний и потребностей человека. Ну или как, не потребности, а стремлений вступить в брак. Второе физическое стремление вступить в брак – это желание соединить свою жизнь с человеком противоположного пола и с его специфическими особенностями. И, как многие думают, что у противоположного пола, они действительно есть специфические особенности. Например, есть такие устойчивые выражения. Ну должен же быть мужчина в доме, чтобы хоть гвоздь забил. Знаете, выходить замуж за сантехника только потому, что у тебя бежит кран дома, ну тоже не совсем, скажем так, нужно, потому что, ну починить кран – это дело, ну часа. Есть такие службы сейчас, муж на час. Можно воспользоваться, и этого будет достаточно. Отдавать всю свою жизнь на то, чтобы жить вот со специалистом по дому и человеком, который бы озаботился о твоем быте. Или, например, молодой человек, который растет, учится, доживает до 18-летнего возраста. Все это время о нем заботилась мама. Она готовила ему кушать, она стирала ему носочки, она платочком вытирала ему сопельки. И тут, ну как бы, бац, и 18 лет. И его выпускают, ну как бы, в большой мир. Он вроде понимает, что нужно зарабатывать деньги, но домой-то хочется приходить, чтобы там был готов ужин, и носочки были чистенькие. И ему нужна, ну как бы, вторая мама. Ему нужен человек, который бы его, ну, обслуживал дома, заботился о нем, человек, который бы, как сказать, восполнял его бытовые нужды. И в таком случае тоже может произойти разочарование. Специальность я напишу, специальность. Знаете, даже если вам очень сильно повезет, и вы найдете себе сантехника, или найдете себе профессиональную, как это, повара, да, в жены, я 90% даю гарантию, что дома он этой специальностью пользоваться не будет. Это называется сапожник без собок. Я знаю очень много строителей, людей, которые зарабатывают стройкой, и приходя к ним домой, у них что-то недоделано, что-то нуждается в работе, в ремонте. И спрашиваешь, а почему? Он говорит, а я целыми днями тружусь, зарабатываю этим деньги, приходя домой, я хочу отдыхать, я не хочу здесь делать то же самое, еще и бесплатно. Знаете, или женщина, которая, ну или даже мужчина, который готовит на работе, повар, да, приходя домой, ему просто не хочется подходить к плите. Знаете, даже если вам не повезет, и вы не найдете повара и сантехника, в любом случае человек, супруг ваш, муж или жена, они свободные люди, и обязанности по дому нельзя вменить мужу или жене. Это ваши общие обязанности будут. Знаете, иногда, придя домой, ты не находишь ужина на столе, и почему-то идеального порядка нет. Ну, просто не успела, или не получилось, или она расстроена, или еще что-то. И знаете, ну, до свадьбы я думал, ну, надо прийти, кулаком по столу стукнуть, и все быстро произойдет. Но нет, такого почему-то не происходит. И смиряешься, идешь в магазин, покупаешь пельмени, стоишь, варишь эти пельмени. И ничего страшного в этом нет. Это бывает, это жизнь. У нее нет в обязанностях готовить с утра до вечера и обслуживать тебя. Или у тебя нет, у мужчины, да, обязанностей, чтобы все краны текли. Ну, закажите сантехника в конце-то концов на час. Я, более того, считаю, что Господь, Господь, Он не дает испытания сверхсил. Он не дает испытания сверхсил даже одиноким людям, представляете? Даже одиноким женщинам. И забить гвоздь – это испытание по твоим силам. Сто процентов. Или, знаете, постирать носки, молодые братья, это тоже испытание по твоим силам. Господь может, если Он дал тебе это испытание, Он даст тебе и силы его преодолеть. Это необходимо практиковать в своей жизни, для того, чтобы потом не оказаться без носков. Знаете, физические желания, ну, физические мотивы, они как-то, ну, более-менее понятно, что за них не нужно цепляться, что они такие временные или бытовые. Но вот душевные мотивы, да, это второй блок, они более серьезные. И очень часто, очень часто люди вступают в брак именно из-за душевных мотивов. Из-за того, что их желание, их душа, она нуждается в общении, нуждается в утешении, нуждается в обществе вообще. И люди, они ищут спутника жизни именно для того, чтобы восполнить свои душевные потребности. И я не скажу опять, что это плохо. То есть это нормально и хорошо, когда человек не один. И мы можем прочитать в книге Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Да, действительно, нехорошо быть человеку одному. Но бывают случаи, бывают ситуации, когда вдвоем просто невыносимо. И одному лучше. То есть смотря с кем ведь вдвоем, смотря с кем ты собираешься соединять свою жизнь. И не просто, ну вот мотив «лишь бы с кем-то», лишь бы в чье-то плечо поплакать, лишь бы кому-то прижаться вечером, лишь бы с кем-то порадоваться своим победам. Нет, не лишь бы с кем-то. Да, это хорошее желание, это нормально, но важно понимать, что это не должен быть случайный человек, это не должен быть неважный человек, не твой человек. И знаете, первый мотив душевный – это одиночество. Или я назвал его так неграмотно. Кому-то нужность. Когда ты кому-то должен быть нужен. И когда ты думаешь, что ты никому не нужен, и ты одинок, то эта проблема не в том, что ты не в браке, а может быть, это сложность у тебя или в твоем характере. Очень часто одинокие люди, они одиноки, потому что они отталкивают от себя людей вокруг. И путем вступления в брак они стремятся поймать какого-то человека к себе в плен. Для того, чтобы, ну все, ты мой. Мы поженились, и ты никуда от меня не денешься. Сейчас я буду тебя мучить, и буду мучить всю жизнь. А у христиан, ну это вообще, то есть безвыходная ситуация, разводов же, ну как бы, разводиться нельзя, поэтому в плен по полной программе. И очень хочу сказать тебе, если ты очень хочешь жениться, и тебе так не хватает людей вокруг тебя, или хотя бы какого-то человека, ну попробуй потренироваться, ну как знаменитый актер на кошках, например. Хотя бы заведи котенка для начала. Но вообще Священное Писание говорит, если ты хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. И когда ты начинаешь делать первые шаги, начинаешь искать друзей, начинаешь быть дружелюбным, то это все на самом деле большая и хорошая практика для будущей семейной жизни. А когда ты проходишь с человеком какие-то бытовые сложности, когда ты называешь человека другом, ты уже берешь ответственность за него и какие-то обязательства. Ты договариваешься с ним о встрече, ты заботишься о том, не болен ли он, молишься о нем. И знаете, это будет помогать тебе в будущем, когда у тебя будет супруг. И у меня есть такой пример. Одна моя хорошая знакомая, верующая сестра, она прям рассказывала, говорит, она жила в общаге, жила в общаге с подругой. У них на двоих было 6 квадратных метров. И они обе были такие очень взрывные по характеру. И постоянно между ними просто сверкали искры. Они, когда приходили в церковь, они не пересекались для того, чтобы хоть какое-то время побыть порозень. Но так или иначе, им все равно приходилось встречаться дома. И они мирились с тем, что у них очень ограниченное пространство. И очень много бытовых вопросов им приходилось решать друг с другом и смиряться друг перед другом. И знаете, она однажды сказала, мы общались об этом, она говорила, вот, готовлюсь выйти замуж. И подруга, говорит, как раз съехала. Мне кажется, говорит, что это было от Бога для того, чтобы изменить меня. Для того, чтобы я научилась жить с каким-то человеком. Жить и проходить вот эти трудности. Делиться с ним. Знаете, это просто призыв от меня для тех, кто планирует в будущем вступить в брак. Просто тренируйтесь. Старайтесь проходить с людьми какие-то испытания вместе, с друзьями, со своими, может быть, родителями. Не бойтесь иметь совместный какой-то быт. Выполнять какие-то совместные задачи. Вообще, молодежи, я советую, прежде чем жениться, сходите в поход на недельку, а лучше на две. И вот, ну, с рюкзаками по 20 килограмм. Ну, так, чтобы, чтобы вот совсем серьезно, чтобы увидеть человека, что у него внутри. Потому что, к сожалению, иногда бывает так, что человек грубый, а он, когда ухаживает за девушкой, он же, ну, работает над собой, он же не проявляет эту грубость, он ухаживает, он дарит цветы. А потом, когда венец, загс, все, он немножко расслабился, пришел домой, кулаком по столу, и все, и ты попался, или попалась в клеточку. И он может, ну, на самом деле, бывают печальные случаи, когда люди доходят до физического насилия, и это, ну, это правда беда. Это беда, потому что ты не узнал этого человека заранее, а ведь мог. И это необходимо делать. Знаете, я хочу свой пример привести. Мы с моей супругой, с Светланой, прежде чем пожениться, мы были знакомы три с половиной года. Но уже спустя год нашего знакомства я ей сказал о своих намерениях, что она мне нравится, и я вообще хочу жениться на ней. Но знаете, до помолвки у нас прошло еще полтора года. Вы скажите, что вы делали полтора года? Чем вы занимались? А она не хотела замуж за меня? Она полтора года не хотела за меня замуж, потому что я ее не устраивал. И знаете, эти полтора года я менялся. Когда мы с ней встречались, у нас что-нибудь заканчивалось конфликтом. И я уходил, я молился, я менялся. Я становился другой. Она в меня влюблялась не потому, что время проходило, а потому что я менялся. Я работал над собой. И она работала над собой. И прошло это время. И она согласилась. Согласилась объявить помолвку. То есть, понимаете, если ты не уверен в человеке, ну не торопись. Ну кто тебя гонит? Не беги вперед. Потом, ну обратно сложно откатить. Это время, оно утечет. И просто вот совет из этого мотива. Тебе самому нужно меняться. Если ты одинокий и стараешься найти себе спутника жизни для того, чтобы избавиться от этого одиночества, тебе нужно измениться. Тебе надо стать дружелюбным. Тебе нужно научиться быть с людьми. Так много людей нуждаются в тебе, нуждаются в твоем общении. Так много служений вокруг, которые нуждаются в твоем внимании. Людей вокруг. Детей, взрослых, пожилых людей. Которым можно проявить заботу, если ты так нуждаешься в этом. Пожалуйста. И давайте дальше. Второй душевный мотив – это дети. И это не физический мотив, это душевный мотив – продолжение рода. Когда человек говорит, ну а как? Я умру. А что дальше? Почему я после... После меня никто не останется. Я никому не смогу оставить свое наследство. Я не смогу в кого-то вложить частичку себя. Знаете, дети – это не игрушки. Дети – это личности. И Господь каждого ребенка, Он рождает для себя. А родители у Него для того, чтобы заботиться о нем. Они, дети родителям, даются на время. И если твоим мотивом является рождение детей, и ты говоришь, ну все, время убегает, надо срочно, где-нибудь, когда-нибудь. А в миру, ну, очень сейчас распространено. Молодые девушки, они даже не заморачиваются браком. Они просто находят себе парней для того, чтобы забеременеть, для того, чтобы родить детей. И все, это становится целью их жизни. Но поймите, при чем тут дети? Они не виноваты. Они тоже хотят иметь полноценную семью. Они хотят видеть отношения папы и мамы. Если ты не смог изменить себя и наладить свои отношения с людьми, найти себе спутника жизни, найти себе супруга, зачем тебе дети? Зачем? Они будут страдать ведь от этого? Они будут страдать, потому что ты не проделал работу над собой, опять же. Потому что ты решил по-быстрому. Но они будут нуждаться в том, чего ты не приобрел. И знаете, со мной однажды случилась такая история. Я учился в 10 классе. Поступил в 10 класс после 9. Он был профильный, химико-биологическим. Я очень любил химию, но совсем не любил биологию. И на тот момент я подружился с девочкой из своего класса. Мы дружили, общались. Спустя какое-то время зашел разговор, я спрашиваю, ну а чем я тебе так понравился? Почему ты со мной встречаешься? А она очень любила биологию. Она говорит, а я села дома, когда мы проходили генотипы и фенотипы, взяла всех ребят из нашего класса и скрестила нас на бумажке. И говорит, и у меня дети самые красивые получились от тебя на бумажке. Ну, мне, конечно, было приятно, что от меня самые красивые дети. Но с другой стороны, я подумал, вот это расчет. Вот это посчитали. И это, ну как бы, это действительно, ну так немножко меня шокировало, но это реально, это возможно. И люди, ну, биологи, они могут легко очень просчитать твое потомство при скрещивании с другим индивидуумом. Но, но, еще раз, дети, они личности, они индивидуальности, Господь их, Он желает их давать людям, которые могут их взрастить, воспитать, вложить в них. Вложить не просто какие-то навыки быта на этой земле, а вложить Божью любовь. Я верю, что это Божье призвание для родителей, вкладывать в детей любовь, любовь от Господа. Третье, душевный мотив, это несостоятельность. Когда ты 18-летний молодой человек, ты оцениваешь своих окружающих друзей, ребят, и они оценивают тебя, и ты это понимаешь, и они это понимают. Ты смотришь на их социальный статус, смотришь на то, кто у них родители, сколько они зарабатывают, что любит тот или иной человек. Но знаете, с возрастом вот в эту оценку все больше и больше входит такой параметр, как семейное положение. и чем старше люди становятся, тем больше в их окружении становится меньше людей со статусом холост, и все больше людей со статусом женат или замужен. И это вызывает у людей чувство, я не успеваю, я не состоялся, я не полноценен, я, ну вот как-то, все уже впереди, а я все как-то не догоняю. Но, знаете, это ведь оценка человеческая. И, ну, да, действительно, люди, вступив в брак, они меняются. Меняются их социальные статусы, социальные положения, и они начинают вести себя немножко по-другому. Например, если мы с супругой хотим пойти в кино, то мы размышляем, думаем, какую молодую пару или, ну, каких-то наших друзей, да, но женатую пару пригласить с собой. А если ты не женат, ты можешь пойти или не замужем, пойти с кем угодно в кино, правда ведь? Ты можешь собрать друзей и пойти всей толпой, и это будет нормально. Но если мы с женой соберемся, я ей скажу, или вообще не мы с женой соберемся, а я ей скажу, что я тут с тремя красивыми девушками собрался в кино, то это будет ненормально. Ну, или, по крайней мере, для моей жены ненормально, и для меня ненормально. Потому что у меня есть определенные обязательства перед ней. Я принадлежу ей, и она принадлежит мне. Мы выбрали это. И когда ты делаешь все, что хочешь в браке, ну, а зачем ты тогда женился? Зачем ты соединил свою жизнь с этим человеком? Знаете, в послании к Коринфянам, в этой же седьмой главе, 32 по 34 стих, написано, что неженатый заботится о Господнем, а женатый заботится о жене. И так же о муже сказано дальше, что незамужняя заботится о Господнем. И у каждого человека свой темп жизни, призванный Богом. И если ты еще не замужем или не женат, ну, это же не страшно. Заботься о Господнем. У тебя сегодняшний момент наполняет твою жизнь. Делай то, что ты можешь. Служи для Господа. Так много занятий в этом мире, которые ты можешь совершать. Некоторые говорят, ну, а как же, а опыт, а какой-то, ну, вот, определенный опыт жизненный. Да, согласен. Я, например, не мог бы говорить о мотивах вступления в брак, если бы я был не в браке, правильно? Ну, как-то, мог бы, ну, так, на пальцах, как говорится. Но я прошел это и имею определенный опыт. Если человек, ну, например, молодые братья сидят, которые еще не в браке, ему сказать, давай подготовь мотивы вступления в брак. Они скажут, а какие? А я еще не знаю. А правильные, а не неправильные? То есть, есть определенный опыт. Но так много сфер жизни, в которых ты можешь приобретать опыт. Разнообразных сфер жизни, которые дают тебе возможность служить людям, дают тебе возможность заботиться о людях. И я думаю, что вступление в брак ради мнения людей, это ну, тоже неправильно. Это может печально закончиться. так важно, чтобы мы думали, что же Бог скажет о нашей жизни, а не люди, окружающие нас. И переходя к Богу, следующий блок мотивов, это душевные мотивы, ой, духовные мотивы. И если мы делим на правильные и неправильные, то сейчас начнутся правильные. Правильные мотивы. Мотивы, ради которых точно можно вступать в брак и нужно вступать в брак. Более того, я считаю, что не вступить в брак это грех. Если тебя к этому призывает Господь и дает тебе для этого человека. Если Бог дал тебе человека и призывает тебя к браку с ним, ты отказываешься, то я считаю, что это не послушание Господу. Это призвание. Господь кого-то призывает в брак, а кого-то нет. И первый из мотивов духовных это проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия своему супругу. Вы, наверное, подумаете, бедная света. Каждый вечер Женя ей проповедует Евангелие. Нет. Я не проповедую ей каждый вечер Евангелия. И я вообще дома не так много говорю о Боге. Но я стараюсь своей жизнью и своими поступками являть Христа в своей семье. И в своей семье... Да, мы, безусловно, должны это делать каждый день. Каждый день на своей работе, в своем служении, в своих занятиях, в своем хобби. Но в семье это особенно остро, потому что с этими людьми ты находишься постоянно. С этими людьми тебе предстоит пока смерть не разлучит. Это навсегда. И поэтому они знают тебя очень хорошо. И проповедь Евангелия это какие-то вещи, которые сложно объяснить. Когда ты жене не просто делаешь приятное, а ты помогаешь ей. Какие-то могут быть вещи, которые нерациональны абсолютно. в этом мире последнее время, может быть, это давно так, устоялись рыночные отношения. И как в одном фильме 12 стульев торговались за стулья и говорили утром деньги, вечером стулья. так и в нашем мире сейчас. И это происходит и в семье, переходит в семью. Ты мне сделаешь это, я тебя буду любить. Ты позаботишься об этом, я тоже тебе сделаю. Ты мне подаришь на день рождения фотоаппарат, я тебе электробритву подарю. Понимаете, это рыночные отношения. А можно сначала стулья? Можно, но деньги вперед. Знаете, когда ты принимаешь решение служить своему супругу и вступаешь в брак ради того, чтобы заботиться о нем, то у тебя не встает вопросов, а мне за это что будет? А если я буду убираться по дому, что мне за это будет? Может мне зарплату заплатят? Я как-то однажды наткнулся на такую статью в ВКонтакте, где было подсчитано, сколько зарабатывает, сколько пришлось бы тратить мужчине, если бы у него жена не делала вещи по дому, не убиралась, не стирала, там по-моему около 104 тысяч насчитали, то есть есть вещи, которые не меряются деньгами, не меряются воздаянием, пастор Виктор в воскресенье говорил об этом, они не требуют воздаяния, это жертвенные вещи, недавно читал историю про то, как женщина прилетела в аэропорт, а ее муж написал смс-ку «Бери такси, не экономь, бери такси и едь домой, не экономь, бери за любые деньги». А она летела, познакомилась с какой-то девушкой, ее сыном, они сказали «Да мы вроде в ту же сторону, давайте подвезем». Но она ломалась, говорит «Ну хорошо, давайте я с вами поеду, но нам правда там нужно будет свернуть, мы вас высадим на перекрестке». Хорошо. Она поехала с ними, они ее высадили где-то говорилось, она пыталась поймать машину, у нее ничего не получалось, никто не останавливался, она шла, пошел дождь, вся промокла, наконец-то она дошла до какой-то остановки, села на автобус, доехала домой, зашла, практически упала в коридор и ее супруг, он даже не встав из-за компьютера спросил «О, моя драгоценная пришла». И знаете, она делает такой вывод, да, ехать меня встречать в аэропорт было нелогично, да, может быть не нужно было заказать такси и потратить деньги, и она знает, она говорит, я знаю, что он сейчас оправдает себя и будет прав, но встречать нужно было не ради тяжелых сумок или ради того, чтобы проехать со мной на такси, это просто проявление любви, проявление служения, когда ты делаешь поступки нелогичные ради того, чтобы показать человеку, что он дорог тебе, что ты любишь его, и когда молодые люди встречаются до брака, это нормально, они встречают друг друга там с работы, с учебы, они идут, гуляют, знаете, люди, когда уже довольно долгое время в браке, бывают, они забывают об этом, или как-то это заминается, но это так важно, это так важно служить просто своим вниманием своему супругу, и, наверное, последнее, то, без чего я бы не советовал никому вообще выходить замуж или жениться, потому что все остальное это, в принципе, наживные вещи, я хочу прочитать из книги Бытие, 2 глава, 23 стих, но прочитать по современному переводу, Господь творил, и Он сотворил все вокруг человека, и сотворил Еву, сотворил женщин, 23 стих, человек сказал, наконец-то, она такая же, как и я, знаете, это самое важное, она такая же, как и я, кость ее от кости моей, плоть ее от плоти моей, она взята от мужчины, так назову ее женщиной, вот почему мужчина оставляет отца с матерью и соединяется с женой, и двое становятся единой плотью, знаете, когда ты можешь сказать про человека, наконец-то, он такой же, как и я, это говорит о том, что у вас единый дух, единое начало, единая внутренность, единое сердце, такая вещь, ее очень сложно объяснить и логически показать, нарисовать, но с таким человеком ты понимаешь, я пойду в эту сторону, и он пойдет, он пойдет не просто потому, что я пошел за мной, а просто его будет влечь туда же, он будет идти со мной в одном направлении, если я захочу поступить так, он меня поддержит, он меня судит, а если она будет плакать, то я почувствую это, почувствую с первой слезы, и это есть, она такая же, как и я, когда человек чувствует это сердцем, что его избранник, он подобен ему, и Господь, Он побуждает нас, да, можно поиграть, прежде чем выбрать человека, понять, такой же Он как ты или нет, увидеть в Нем тот Дух, который есть в тебе. Мы разговаривали с одной семейной парой, я спрашиваю, у вас было понимание, что вот вы любите друг друга, когда вы женились? Они сказали, у нас было понимание, что мы друг без друга просто не можем, ну, то есть, если нас разлучают на какой-то длительный период времени, то мы не можем, потому что мы нуждаемся друг в друге, мы чувствуем родство, я думаю, что вот это выражение и будут двое одной плотью, это следствие, это не просто действие в первую брачную ночь, это следствие того, что люди увидели друг в друге свою плоть, увидели себя, увидели такого же, как ты. Знаете, на самом деле под этот параметр подходит каждый человек, если подумать, в каждом из нас Божий Дух, и каждый из нас, он подобный мне, но все равно я верю, что Господь, он призывает, да, это призвание, он кого-то призывает вступать в брак, и самое главное не пропустить этот призыв, слышать его, слушать его и откликнуться на него. Знаете, я размышлял, думал, вот я скажу про этот мотив, а будут сидеть в зале или смотреть люди, которые уже в браке, и они поймут, что они, например, вступили в брак, и у них не было этого понимания, но я скажу вам, ищите Господа, и вы увидите в своем супруге такого же, как вы, ищите Господа, и вы увидите в своем супруге такого же, как вы, потому что Он там есть. И давайте мы с вами помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нас такими разными, мужчину и женщину. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты побуждаешь и призываешь нас не быть одинокими, что Ты действуешь в наших жизнях, даешь нам людей для того, чтобы мы меняли себя, для того, чтобы мы работали над собой и готовились к этому призванию быть мужем или женой. благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам церковь наших братьев и сестер и мудрость, разумение для того, чтобы мы размышляли, что же так важно, прежде чем соединить свою жизнь с человеком, узнать о нем. Господь, я молюсь за тех, кто может быть сейчас одинок и не видит решения этой ситуации. Господи, покажи, что нужно изменить этому человеку, изменить в себе прежде всего, куда сделать шаг. Господь, я молюсь за тех людей, кто сейчас готовится к свадьбе, готовится к тому, чтобы стать этой семьей. Я прошу Тебя, Боже, помоги им размышлять об этом, узнавать друг друга и, Господи, прежде всего искать Твоего лица для того, чтобы Ты назвал их добрыми и верными рабами, которые пошли за Тобой, которые исполнили Твою волю, но, Господь, не смотрели бы не смотрели бы на окружающих людей, на их мнения, не чувствовали обязанности вступать в эти отношения. Господи, даруй этой мудрости и разумения во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь за тех людей, которые сейчас уже в браке, и они, может быть, не размышляли об этих мотивах, когда вступали в Него. Господь, я прошу Тебя, меняй их сердца сейчас, для того, чтобы они в своем супруге видели Божию Тебя и служили Ему, заботились, вопреки всем логическим обоснованиям. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа благодарим Тебя и славим. Отец, Сын и Святой Того.